Антонина Ивановна торгует носками первую неделю. До этого она работала за прилавком лотков с фруктами, овощами и даже продавала семечки. Как сказала пенсионерка, всего и не упомнить. Сейчас она торгует товарами на улице, вне рынка. И покупателей находятся. Правда, их немного. Антонина Ивановна рассказала, ради чего решила заниматься этим нелегким ремеслом. Пенсии не хватает, я одна живу. Чего дома сидеть? А вот не холодно стоять? Сейчас вроде вообще холод. Мы уже привыкли. 28 лет торговли. На самих рынках ситуация с покупателями не лучше. Возможно, в этом виноват Мороз. Однако продавцы уверяют, что сейчас картина действительно выглядит именно так. Спрос на товары, продающийся на рынке, у потребителей упал. Теперь все продукты можно купить недалеко от дома, в супермаркетах. В народе устоялось некое правило, что товары на рынке всегда свежие и прямиком с огорода. Да и качеством и ценой от магазина они должны сильно отличаться. По словам покупателей, большой разницы в качестве между сертифицированными продуктами и рыночными они не замечают. То есть какой-то принципиальной разницы между рынками и супермаркетами не замечают? Нет, абсолютно нет. Продавцы же, в свою очередь, утверждают, что их продукция на рынке всегда свежая. По поводу свежести, то конечно свежая. Конечно, мы же не получаем фурами, как в супермаркетах, там магнитах и везде. Мы возьмем 5-10 курочек там, всего понемножку. Татьяна работает на рынке уже много лет. Мороз, жара или дождь продавец всегда выходит на работу. Вот только народ рынок практически перестал посещать. Для сотрудников это самое сложное, ведь их зарплата напрямую зависит от продаж. Поэтому прибавка к пенсии получается совсем небольшая. Однако, если покупатели есть, то они самые преданные. Мария Егоровна в супермаркетах почти ничего не покупает. Говорит, что цена сильно отличается. Да и здесь куда удобнее. Мне очень нравится. Мне лично это удобно. Я села на автобус, доехала до конечной, купила. В моем возрасте носить уже все тяжело. В маршрутку сел, прыгнул и поехал. Мне это очень удобно. Я и делаю приветствую рынки. Они должны быть. Эксперты пророчат, что рынкам осталось существовать всего несколько лет. Законопроекты постоянно ужесточают правила торговли. По словам представителей Министерства сельского хозяйства России, сценарий с исчезновением рынков станет катастрофой. Поэтому заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов отмечает, что сейчас законодательство нацелено на возвращение рынков в города.